Я приветствую всех зрителей своего канала. Давайте сегодня поболтаем. Я получила комментарий с вопросом, и я постараюсь на него ответить. Мне написала женщина-врач из Новосибирской области. Здравствуйте! Посмотрела ролик с интересом, почитала комментарии. Одна дама написала, что платком не удивить странные люди, а в удивлении и речи не было. Надо вам снять ролик о комментариях к этому ролику. Как по комментарию определить, зависть ли это, просто глупость или злость? Давайте постараемся разобраться. Дело в том, что я с большим уважением отношусь ко всем врачам. С огромным уважением, потому что это те люди, которые нас спасают за скромные деньги. Они выкладываются на все 100%, и я не могу это обесценивать. Что касается удивления, конечно, я не хотела никого удивлять. У меня даже мыслей таких не было, даже желаний таких не было. Мне кажется, из последних видео, если посмотреть мои последние 10 роликов, наверное, в этом видео меньше всего чего-то удивительного. Если бы я хотела удивить, я бы показывала что-то недоступное, что-то роскошное, что-то дорогое. То, что не могут себе позволить многие люди. Зависть ли это, глупость или злость? Вообще, честно говоря, тут есть и то, и другое, и третье. То есть в комплексе тут есть зависть, и глупость, и злость. Что касается зависти, я лично такой человек, который никогда в своей жизни ни разу не испытывал чувство зависти. У меня чувство зависти, оно у меня отсутствует тотально. Я никогда никому не завидовала вообще. И это огромный плюс, потому что чувство зависти зависит только от того, как вас воспитывали. Есть люди, которых неправильно воспитывали, они испытывают чувство зависти, и их это сильно тормозит. Такие люди бывают несчастливые, они ничего не добиваются, они не верены в себе, и они не могут достигать своих целей. Они просто не верят в свои силы. И самое главное, что вы должны знать, чтобы ваши дети, дочки, сыночки, внучки не испытывали чувство зависти, вам категорически нельзя вашего ребёнка сравнивать с другими людьми и ставить кого-то в пример ребёнку. Ни в коем случае нельзя ребёнку ставить в пример кого-то другого и говорить, вот Машенька, вот ты написала контрольную на тройку, а вот твоя подружка Дашенька написала на четыре. Нельзя так говорить ребёнку или говорить, вот Машенька, вот ты там пробежала 100 метровку за 10 секунд, а вот Дашенька за 8 секунд, вот она молодец, а ты полное ничтожество. Ни в коем случае нельзя ребёнка сравнивать с другими детьми, ни в коем случае нельзя гнобить детей, потому что из них потом вырастут неуверенные в себе люди. И таким образом, в силу неуверенности в себе, такие люди не будут ничего добиваться и не будут ничего достигать. Чтобы у человека была адекватная самооценка, не было чувства зависти, его нельзя в детстве ни с кем сравнивать. Это касается не только достижений в какой-то профессиональной деятельности, потому что не всем это дано. Это слишком затратный процесс. Это даже реализация себя в личной жизни, реализация себя в семейной жизни. Если родители гнобят своего ребёнка в детстве, его обесценивают, ставят ему в пример других детей, других людей, его ругают и объясняют ему, что ребёнок полное ничтожество, ребёнок вырастает с таким чувством, что он действительно полное ничтожество. И такие люди потом себе находят только тех партнёров, которые их обесценивают. Такие люди ориентированы на тиранов, потому что они с детства привыкли быть жертвой. Они привыкли к тому, что их гнобят и сравнивают. И такие люди завистливые. Чувство зависти — это чувство, которое формируют родители, и только родители в этом виноваты. Поэтому самое главное — никогда не сравнивайте своих детей с другими детьми. Никогда не ставьте своему ребёнку в пример других детей. Ваш ребёнок должен видеть пример в виде родителей своих, в виде вас. И просто нужно ребёнку показывать что-то прекрасное, чтобы ребёнку это нравилось, чтобы ему этого хотелось, и чтобы он пытался к этому стремиться. Никогда в жизни не гнобите своих детей. Что касается меня лично, я никогда не испытывала чувства обиды, чувства ревности, чувства зависти, чувства ненависти. Я никогда не испытывала желания отомстить кому-то, потому что, во-первых, я родилась красивым голубоглазым ребёнком. У меня изначально была высокая самооценка, мной все восхищались, это во-первых. А во-вторых, моим воспитанием никто никогда не занимался, и поэтому некоторые чувства негативные я просто никогда не испытывала. У меня нет опыта испытаний этих чувств. Поэтому люди, которые являются завистливыми, это люди с низкой самооценкой, это люди, которые не уверены в себе, это люди, которых неправильно воспитали, люди, которых гнобили в детстве родители. И такие люди, они ничего не добиваются, они ничего не достигают, они просто выходят замуж или женятся на тех, кто их также обесценивает, гнобит, оскорбляет и причиняет дискомфорт. И, соответственно, у них не бывает никакого счастья в личной жизни и в профессиональной деятельности, они тоже ни на что не способны. А по поводу того, глупость это или злость, тут и глупость, и злость вместе. Просто от большого ума такие комментарии никто не оставляет, а зло здесь тоже имеет место быть, потому что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И каждый из нас делится только тем, чем он наполнен. Этот комментарий оставила жертва, которую не любили, постоянно гнобили, и человек просто привык терпеть, молчать и страдать. Я к таким людям отношусь к сожалениюм, поэтому я даже их не блокирую, потому что мне совершенно безразлично на их оскорблениях, я к ним испытываю чувство жалости, если можно так сказать. А вот и самый комментарий, и девушка пишет. Ну, я лично не вижу здесь стильного бирюзового и лилового, но это любимое сочетание пенсионерок, женщин 65+. Подседые волосы самое то. Сколько не смотрю топовых стилистов, которые звезд одевают, все хитят узор песни, турецкий огурец, говорят, что хотите выглядеть дешевле, чем есть, носите одежду с узором песни. Когда я одеваюсь, я не ставлю перед собой цель, полностью выдержать свой образ в каком-то конкретном стиле. Но здесь было соответствие ситуации, сезон, все подходили друг к другу. И вещи были по составу, по цвету, они тоже неплохо сочетались. Бирюзовый и лиловый цвет – это яркие оттенки. Их носят те, кто предпочитает экстравагантный стиль, и они уместны больше в молодежном гардеробе. Хотя женщины элегантного возраста, 65+, они тоже такие вещи носят, но гораздо реже. Потому что возрастные женщины, они больше всего носят и предпочитают носить вещи спокойных, элегантных, приглушенных, базовых оттенков. Кого седина напрягает, они просто закрашивают седые волосы и не ходят с седыми волосами. С седыми волосами ходят те, кому это нравится, кого это устраивает. Седые волосы не являются проблемой, потому что закрасить седые волосы можно дома, в любом салоне красоты. И этим занимаются очень многие женщины. Большинство женщин они волосы красят. Не нужно смотреть топовых стилистов, нужно смотреть профессиональных стилистов. Потому что профессионал от дилетанта отличается тем, что профессионал объективен. А если стилист ненавидит какой-то узор, то это говорит о том, что он не квалифицированный. Люди, которые работают в сфере услуг, они должны быть ориентированы на клиента, на желание клиента, на предпочтение клиента. Если человек работает стилистом, ему не нравится какой-то конкретный принт, он должен все эти желания выключать и узнавать, что нравится клиенту, какие ему нравятся оттенки, какие ему нравятся фасончики, что человек предпочитает, как он живет, какой у него образ жизни, какой у него стиль жизни. И стилист должен обслуживать клиента с учетом пожеланий клиента. Потому что стилист – это обслуживающий персонал. Стилист занимает самую низшую ступеньку в иерархии. Индустрия моды имеет иерархию. И стилистами работают те люди, которые не имеют образования, те люди, которые еще являются студентами, люди, которые учатся. И они начинают свой старт с чего-то простого. И это огромное преимущество, потому что, чтобы построить карьеру, нужно пройти все ступеньки. Человек, который является руководителем, он эффективен только в том случае, когда он прошел все ступеньки и знаком, как работают все сотрудники конкретной организации. Мне нравится, когда студенты работают стилистами, потому что, во-первых, у них есть свои деньги, во-вторых, они уже начинают свою карьеру с ранних лет, и у них нет времени заниматься всякой ерундой, всякими глупостями. Они не вовлекаются во все ужасное. Лучше всего не смотреть стилистов, которые что-то хейтят, потому что ненависть – это признак психологически нездорового человека. Ненависть, она на ровном месте не появляется. Человек, который испытывает чувство ненависти, он не может быть объективным. Ненависть – это как любовь, это такая сильная эмоция. Лично я ко всем принтам отношусь спокойно. У меня такое нейтральное отношение. Если я начинаю чем-то увлекаться, то я просто переключаю свое внимание на что-то другое, и все, и перестаю увлекаться. И я стараюсь всегда сохранять нейтралитет, относиться ровно, спокойно. Сейчас я вам расскажу в двух словах, откуда появляются песни на платках. Люди, которые поступают в ВУЗ, в который сложно поступить, в университет дизайна в Московске, и заканчивают декоративно-прикладное искусство в факультет, они пять лет учатся там, и если им сильно повезет, не всем везет сильно, они идут к Зубрицкому. Его уже год нет в живых. Это художник главный, художник Павлово-Пасадской мануфактуры, и он практически никогда никого не набирал. Таким образом, все узоры песни на платках создаются талантливыми профессионалами, и каждый платок рисуется два месяца. А люди, которые ненавидят это искусство, у них или не развито совершенно эстетическое восприятие, или они не способны что-то создать. «Говорят, что хотите выглядеть дешевле, чем есть, носите одежду с узором пейсли». Тут так написано. Ужас какой. Милая девушка, если вам так говорят, вы старайтесь таких людей никогда не слушать, потому что человек не является вещью, человек не является товарной единицей, которая пылится на полочке в супермаркете. Как вот понять, хотите выглядеть дешевле, чем есть? То есть человек, который такое говорит, он вам пытается доказать, что вы являетесь дешевой вещью, и если будете носить песни, значит, будете выглядеть дешевле, чем есть. То есть изначально убеждает человек, который такое говорит, то, что вы – дешевая вещь, и хотите выглядеть дешевле, носите одежду с узором пейсли. Мне вообще такое в голове не укладывается. Человек не может выглядеть дешевле и дороже, потому что человек – личность. Вы это запомните. И все. Неважно, какой у вас принт. Вы – личность, и вы не можете выглядеть ни дешевле, ни дороже, потому что вы не предмет, который продаётся. Вас нельзя купить за какие-то деньги и забрать себе. Вы – человек, и вы должны избегать тех, кто с вами так разговаривает, потому что здесь идёт манипуляция очень жёсткая. Причём обе техники – внушение и убеждение. Таким образом вас просто уничтожают, и вам такое терпеть не нужно. У вас жизнь одна, она скоротечна, и вы должны ей наслаждаться, быть счастливой и не терпеть вот такой вот абьюз. Тем более вас никто не заставляет смотреть такие каналы, где вас так оскорбляют. Если вы очень сильно хотите себя оценить в денежном эквиваленте, вы можете просто посмотреть на рынок труда, потому что вот есть рынок труда, и каждый человек зарабатывает какую-то определённую сумму, и он на рынке труда стоит какую-то определённую сумму денег. Это зависит от того, где он живёт, потому что в разных городах разнится уровень заработных плат. Это ещё зависит от того, насколько он востребован. Есть профессии востребованные, есть менее востребованные. Зависит от того, какой у него опыт работы, что он умеет делать, что он из себя представляет, и зависит от того, какое у него образование. Вот и всё. Ну, ещё зависит от того, сколько он готов времени тратить на свою работу, чем готов ради своей работы жертвовать. Вот и всё. А какой он при этом носит принт, это вообще не имеет никакого отношения. Это не влияет на его зарплату. Я не люблю ставить себя в пример, но чтобы окончательно разбить этот миф, на моём примере я могу сказать, что лично я себя высоко ценю, у меня классное образование, я много училась, я постоянно доучиваюсь, я усовершенствую свои навыки, и у меня очень высокая зарплата. Даже по московским меркам у меня очень классная зарплата. Я же скручу, мне надо, чтобы глаза блестели. Я ношу пейсли, но при этом я зарабатываю очень приличные деньги. Если взять личную жизнь, отношения между мужчиной и женщиной, семейные отношения, партнёрские отношения, неважно, как их называть, то никакой принт тоже не имеет никакой роли. Дешевле женщина обходится мужчине, или дороже женщина обходится мужчине. Вот я считаю себя дорогой женщиной. И многое, о чём мечтают другие женщины, мне всё это дарили. Мне дарили квартиры, мне дарили машины, мне дарили бриллианты, шубы, миллионы на депозит, подарки дорогие постоянно. Так же, как и хорошему танцору, ничего не мешает, и мне никакой принт, ни пейсли, никакой другой принт не мешает быть дорогой женщиной. Уважайте себя и цените себя, и тогда к вам так же будут относиться окружающие. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока!